доброе время суток уважаемые подписчики ну что сегодня у нас телемагазин на диване доставайте свои кредитные карты paypal системы и проще сейчас вы будете их прикладывать к вашему монитору вот и мы вам будем так сказать транспортировать да то есть прямо в режиме онлайн вот эти вот ненужные баклажки с старым маслом но это все конечно шутки вот на самом деле сегодня бы я бы хотел с вами поговорить о некоторых цифрах значениях да и вообще как бы ответить на такой часто задавая мне вопрос какого черта нужно менять масло каждые тысячи километров вот в наших с вами квадроцикла хотя мы же сами многие да автовладельцы и прочее и меняем там раз в 10-15 тысяч километров которые по регламенту производителя в принципе там заявлены мы как бы этих цифр придержим ну конечно 15 уже много да но возьмем цифру 10000 километров но тем не менее до 10000 километров и каждую тысячу километров но что за бред принципе как многие скажут почему так ну да подумаешь там мотор может быть два раза меньше а кого-то извините там мотор 14 да и все равно потому же регламенту ездить там мало то у квадроцикла почему-то вот все так наперекосяк воды вообще о некоторых там цифрах на маслах да вот который там присутствуют многие к сожалению не знаю что они обозначают тоже бы хотелось об этом с вами поговорить ну давайте сами вместе с одной стороны и выясним вот эти вот непонятные цифры да и почему они такие поехали ну что давайте с вами теперь перейдем грубо говоря к этим вот расчетам разбирательством понятием и тому подобное не будем сильно грузиться какой-то теории давайте все по-простому но чтобы все были грубо я в курсе событий и все знали потому что у меня аудитория подписчиков крутая и вы реально там разбираетесь во многом уже сейчас да и вы такие подкованные зрители наверное начнем от автомобиль до средняя та цифра регламента по замену которую вы наверно знаете это около 10 тысяч километров дальше вы можете взять завтра или сейчас там если вы едете в пробке открыть свой бортовой компьютер и посмотреть у вас есть такой параметр как средняя скорость движения она практически во всех машинах присутствует и вы знаете я так вот порылся данный показатель где-то равен 65 километров в час такого усредненная цифра потому что это в городе может кататься постоянно там всем гораздо меньше кто-то загород и прочее ну в общем есть некоторые дельта да вот которая нам с вами поможет высчитать некий моточас такого моточас да вроде вот но что такое моточас это знаете такая цифра да это тот же самый астрономический час дал по времени 60 минут но это в режиме работы коленвала на холостом ходу либо на чуть-чуть там повышенных оборотов то есть порядка там полторы там 1600 оборот в минуту вот это и есть грубо говоря то тут вот ведь тот цикл до в час который и берется за вот эту единицу измерения примером мы с вами возьмем десять тысяч километров возьмем простой калькулятор это тот пробег который нужно рекомендовано менять производителя масла и поделим на вот эту вот цифру как средняя скорость до 65 и получим с вами 153 моточаса вот это тоже грубо говоря там вот все усредненное да то есть мы все равно не знаем каких там эксплуатационных там свойствах была машина таскала на прицепы или нет но вот все усреднен q возьмем но получили мы сами эту цифру 153 дальше что я хотел бы к вам прийти вот некого это уже распечатана из мануалов да у каждого квадроцикла есть свой собственный мануал такого же производителя который там дает графики когда вам нужно менять масло там проходить то и тому подобное вот здесь я вот к примеру возьму ямаховская здесь есть очень тоже интересные цифры это как временные скажем там месяцы когда нужно мне там через год через там полтора и тому подобное есть километры в пробегах и есть те же самые моточасы и тут он сразу монтыкаемся на цифру 150 чувствуете да вот уже грандито пошла но при этом цифра к в километрах это 2400 бумажка грубо говоря по расчету опять же производителя да то есть скажем так не каждый производитель даже самой ямаха предполагает что квадрики будут постоянно бурлить в груб грязи до перемалывать там не пойми что на своих колесах они тоже берут все-таки это сельскохозяйственная техника и дают какие-то данные усредненные то есть у нас что получается если мы поделим опять же самые те две четыреста мы делим на 150 мы получаем 16 километров в час вот это реально похоже это цифра которую можно встретить на квадроциклах да на своих когда вы будете там опять же по приборной панели там щелкать вы действительно вот эти моточасы будут действительно сами схожи но многие квадроциклы как вы можете заметить они ездят вообще короткие расстояния вы может выехали на просеку где 15 километров всего длина этой просеки и вы выехали в 8 утра и приехали в 8 вечера конечно там вот эти моточасы у вас будут ну просто там грубо говорить и чуть ли не пропорциональный километрам этим вот поэтому вот эта цифра как моточасы она очень важна до в понятии именно когда нужно менять масло да и вообще каком состоянии ваш мотор и тому подобное мы пришли до что у нас вот это 150 грубо говоря цифры есть но все равно же опять здесь 2400 же до сказано по мануала и плюс скорость там 16 миль час опять же вернемся к автомобилям мы вот все эти там среднестатистические 80 процентов скажем техники используем как мы едем на небольших вот этих оборотах про что мы самом начале с вами говорили про моточасы то есть практически на уровне холостого хода ну там коробки автомата ниже экономно и щелкают у всех до чтобы обороты были всегда маленькие с квадриком такая тема в не прокатывает квадроцикл всегда практически нет на повышенных оборотах квадроцикл всегда везет практически колеса тяжелые да то есть нагрузка всегда райдер вес порой его бывает не 60 килограмм также с собой он может еще параллельно таскать прицепы да ну и сами момент эксплуатации техники это конечно же грязь оффроуд бездорожье и тому подобное где вот весь ресурс практически повыше здесь я хочу отметить к тому что квадроцикл практически никогда не работает на холостом ходе только сидит в грязи его не вытаскивают вот он там тарахтит и то там цифра чуть выше все-таки мы на вариаторной системе катаемся поэтому сюда можно смело грубо говоря вот этот показатель умножить на 2 а этим вот часы поделить тоже на 2 грубо говоря отсюда мы берем вот этот вот 2 400 некий пробег до заявлены и делим его на 2 ну вот 1200 округлен около 1000 поэтому то что и говорится что надо менять массу через каждые тысячи километров это действительно так потому что нагрузка и ресурсность у мотора очень высокая он реально пахтит старается везет вас да не знала пойми где вот и уделять вниманию замену маслом я прям рекомендую почему бывает люди приезжают там пробег полторы тысячи километров на технике а состояние масла ну просто на помой я бы вот вам рекомендовал после там того же самой покатушки всегда выкрутить чуб во-первых посмотреть уровень масла находится ли он в норме не пожрало его лечит вам подобное ну и хотя бы взять на руки его просто чуть пощупать посмотреть на его цвет может у вас там давным-давно уже не масло в вода плескается уделяйте этому внимание это не столь грубо и дорогой мероприятие вот но она продлит ресурс вашего мотора вот вроде такие простые расчеты да то есть но они хотя бы хоть как-то близко там оправдывают почему вот эта цифра тысячи километров она везде и всюду все грубо говоря последовательно и законно то есть даже если берем там примера с автомобиля до переносим на квадроциклов принципе все то же самое получается только там 10 тысяч здесь вот это тысяча в мануале же да ну в принципе производитель всегда там высчитывает тоже устраненные показатели средней скорости средней нагрузки и на основе этого вот он уже дает какие-то там данные то есть у яма к примеру нормальная цифра замена моторного масла до 2400 не каждые тысячу километров но опять же как мы с вами все это используем чертами как то есть это дикая грязь там уфроуд и тому подобное поэтому надеюсь что понятия с вами тысячи километров мы с вами разобрали да и теперь вы с легкостью знаете почему это нужно делать и я бы хотел сейчас с вами перейти к другим цифркам с которыми мы с вами сталкиваемся в принципе там будь то в автомобиле будь то в квадроцикле и там еще где-то это вот вот такие цифры жирные большие да тут видите 10 в 40 там грубо говоря тут у нас написано 10 в 50 что вообще это значит что это вот за показания да вы там приходите все раз какое вам масло заливать какая вязкой там какая еще что-то и многие в этом плавают но вот на самом деле все достаточно несложно и вот тоже бы хотелось вам об этом рассказать начнем с простого давайте начнем с самого начала вот 10 в вот что это буква в обозначает w да на английском это на самом деле winter зима то бишь вот этот первый там параметр это именно коэффициент морозоустойчивости а вот циферка уже показывает тот определенный промежуток морозоустойчивости к разному к разному маслу и чем данный показатель ниже тем выше его морозоустойчивость грубо говоря там масло с нулевым показателем но w там 40 можно использовать там в минус 30 там 5 в 40 можно использовать до минус 25 минус там 20 а соответственно там 10 в 40 там до минус 10 поэтому если вы свою там технику эксплуатируете зимой да и достаточно там в лютых морозах я буду там рекомендовал обращать внимание на данные на данный параметр и заливать масло исходя и вот из этих цифр если он у квадрик тоже зимой используется более того опять же вернемся кто и вот бумажки которые у вас и присутствует это инструкция эксплуатации вашего квадроцикла здесь производитель вот такой вот график предоставляет да то есть вы где можете понимать отношение именно минусовой температуры да и какое масло дождь заливать вот здесь тут написано видите 5 в 30 до но от минус там 20 градусов там до нуля вот и соответственно вы уходите на зиму на зимний период домахните масло это недорогое удовольствие зато там ваши минуса мотор будет работать прекрасно и не знаю там никаких подвох у вас не там не произойдет следующая же цифра да то есть она разная может сейчас 30 40 50 60 ты тому пошло-поехало тоже достаточно легкая аббревиатура это твердость или мягкость масла моторного но при температуре в 100 градусов то есть как она в данной температурной режиме она себя ведет и как она работает насколько там стабильно да и какая там пленка и тому подобное здесь же уже показатели могут также видите врасти как вверх так и вниз здесь же по-хорошему нужно прислушиваться опять что рекомендует завод изготовителя опять же вернемся к этим там цифр ком да то есть здесь не просто так видите ямах ямаха грубо говоря там в определенный участка там опять же погодных условий да и разную вязкость вам рекомендуют ну больше всего на рынке конечно распространен 40 40 цифра ну где-то 30 для квадрика в основном там 40 если моторы более уже изнашенные да там немножко подубитые где зазоры иные но там 50 уже используют по-хорошему при увеличении там реально конкретного пробега да и увеличивается вот этот показатель на небольшую так сказать долю часто люди спрашивают а можно ли мне смешать допустим вот два таких вот масла к примеру одно будет 5 в 30 а другое будет 10 в 40 да но она одинаково одинаковый производитель там это все допустим будет синтетическое масло или там минеральная примеру ответ да можно его смешать примеру если вам нужно что-то там долить какое-то небольшое граммы к примеру до в сложных полевых условиях да это возможно но у вас грубо говоря вот эти параметры но немножко смешаются да будет там не 10 а будет 7 в этом 35 примеру это вот это единство что изменение также часто люди спрашивают а вообще вот там по поводу доливание другого масла вот к примеру у вас ушел уровень да вы там на покатушке что-то там подтопили там перевернули ушло и тому подобное уровень ниже но вы не знаете какой там залита масло да и там даже не вязкости на ничего не знаете к примеру и вам какой-то там вася несет канистру баклажку на братан вот я лью мать тюлю это лучшее масло блять давай сейчас тут литрушечку лупанем скажу так лейте и не бить и голову потому что словить грубо говоря там масляное голодание будет гораздо хуже да для вашего там коленвала если у вас там на плаш там подобные и вообще мотор может пострадать вы хоть туда соляра не знаю налейте но чтобы уровень у вас был да вы этот квадроцикл транспортируйте там в ближайший сервис потом и просто его поменяете но лучше держать уровень чем его отсутствие да и не пренебрегайте что что-то вы не знаете какой-то масло что вы там смешивать сейчас с вами ввести демагогию какое там залимать заливать масло в мотор лучше наверное по поводу там минеральная синтетическая полусинтетической и тому подобное да у них там еще разных аберратор куча или какого производителя наверное не это не моя компетенция и такую вот эту вот вражду там ненависть и прочее вот не собираюсь разжигать это мне не нужно лично я вот просто хочу порекомендовать любое масло которое вам порекомендовал производитель этого масла он его порекомендовал не просто так если вот скажем там у yamaha или и малюк там у бирпи их не там xpss и тому подобное значит его и лейте хуже не будет лучше тоже в ругарю горя не будет но будет все как должно быть как вот заводом рассчитано если же вы хотите куда-то углубляться что-то там добиваться и тому подобное рыть копать читать вечные споры и разборки и тому подобное но скажу так чем более брендованное масло тем больше вероятность вы можете нарваться на подделку а как только вы нарваетесь на подделку вы можете нарваться на кучу проблем да то есть кто-то скупается личное масло грязное там его очищает перерабатывать заливает заново там в канистры и потом это дело все продает вот это будет эпик фэр поэтому то же самое лукойл газпром и тому подобное которые видим заправка это хорошие масла которые можно использовать и они ну я не скажу что подделываются но я такого особо ты не видел ну это масло имеет место быть лично мой допустим совет да какое массового вам бы мог рекомендовать это ли пимоли я вот сам лично не удано катаюсь наши клиенты тоже на нем катаются тут фу она как бы показывает себя достаточно хорошо как в квадроциклах так и в мототехнике так и в машинах вот ну и вроде подделок на него нет конечно надеюсь на самом деле лучше покупать у проверенных там дилеров и поставщиков ну в общем вот такой с вами небольшой сегодня у нас был ликбез если вы конечно эта информация вам ну не знаю оказалось полезной в дальнейшем да вы там немножко на ступень стали умнее знаете о чем теперь будете разговаривать там с механиками и тому подобное то ставьте лайки и либо дизлайки если вы все это знали и вам это не понравился я вообще нанес полную туфту тоже ставьте пишите в комментариях почему да я за открытую грубую беседу всегда всем стараюсь отвечать поэтому вы знаете в споре рождается истина ну что ну а на этом наверное все не будем засорять вам дальше голову такими вот техническими обзорами вот не забудьте подписаться на канал потому что нас становится все больше и больше это здорово это стимул почаще выкладывать видос находить на это время вот и знаете что напишите раз комментарии интересно ли вам будет некий вот видите тут столиком обзавелся специально делать некий анбоксинг на продукт для квадроциклов вот взгляд мой со стороны вот на все там лебедки свет и нет там запчасти и прочее вот вместе с вами их распаковывать будем смотреть да там смотрите технические характеристики идеи я увидел это действительно там в сша у многих на каналах это очень распространено может быть кого-то приглашать до представителей производителя данного кого-то определенного продукта вот и чтобы вы хотели допустим напишите пожалуйста это в комментариях и будет ли вам это интересно ну а на этом все спасибо что посмотрели до новых видео